Есть ты, есть я, есть мы, есть одно, и тогда уже нет меня отдельно от тебя, мы одно, единое целое. Иисус, любимый, твое воплощение во мне, как это прекрасно, удивительно, я вижу твое лицо, твое прекрасное лицо, твои глаза, и пусть они через меня проявляются, и я буду смотреть на этот мир твоими глазами, здорово, я буду обнимать людей твоими руками, я буду говорить твои слова, потому что ты это я, а я это ты, мы одно, одно целое. Ну конечно, образ жены и мужа ты дал нам, как единое целое, но это больше, я верю, это больше, потому что уже является сын, один, сын, это ты, явленный во мне. Я тогда сказала тебе, а как мне же, как мне же все это понять? А ты сказал, а надо? Ну да, конечно, конечно же надо, мне все надо своими мозгами понять. Но я это тело твое, а ты это моя голова, ты голова, ты голова, и поэтому ум Христов, твой ум, он мой. Как это все понять? Как это все понять? На самом деле все не так сложно, все очень просто, ты это я, а я это ты. Как ты мне сказал тогда? Ты сказал, ты это я в тебе, а я это ты во мне. Да, ты так и сказал, вот так уже больше понятно. Одно. Я все пытаюсь понять и представить, как это мы одно. И в тот день, я проснулась в тот день и увидела тебя вместо себя, и это было довольно смешно. То, как ты эту сцену мне показал, это было смешное созерцание. Твоя нога, она явно отличается от моей. Твои руки. И я не сразу поняла, что они пронзенные. Ты мне это не сразу показал. Ты сказал, я не хочу тебя шокировать. Как будто бы я не была шокирована тем, что это была мужская нога вместо моей. Но это было созерцание видений. Интересное. И потом я взяла зеркало и увидела твое лицо. Опять в своем воображении созерцание. Я поняла, что это ты. А что дальше? Значит, все должно теперь быть так, как было у тебя. Сказал и сделано. Сказал и произошло. А я учусь. Учусь, чтобы у меня было так. Чтобы я могла сделать дела, которые делал ты. И более всех. Я учусь этому. Я хочу этого. Я желаю этого. И это происходит. Это происходит в моей жизни. Да. И это увеличивается из славы в славу. Я обязательно увижу. Те дела, которые ты сотворил. И более всех. Аллилуйя. Как здорово. Быть тобой. Быть единым с отцом. И эту картинку, которую ты дал мне сегодня. Когда я увидела отца. Начало я расцеловала его. И он улыбался. Потом он начал меня окружить. И потом мы с ним оказались на реке. Я, конечно, понимаю, что это река жизни. Мы шли по этой реке. Но в этот раз она была каменистая и бурлистая. Вода перетекала по камням. Это была прозрачная вода. Живая. И мы переступали. И отец подавал мне руку. И я двигалась за ним. Перепрыгивала. Перепрыгивала с камня на камень. И потом я заметила, что это были непростые камни. Это были драгоценные камни. Разные. Разных цветов. Они были на дне уложены так, чтобы вода протекала и бурлилась. Но там же были и рыбы, которые иногда выпрыгивали. И это были не простые рыбы. Не простые рыбы. А золотые. Для того, чтобы давать, отгадывать мои желания. Сказка стала пылью. Вот так происходит в жизни. Когда ты держишь меня за руку и ведешь меня. Возможно, по бурлистой реке. Может быть, бурной. Но. Оно усыпано драгоценными камнями огромных размеров. Маленьких размеров. Разных. И мои желания исполняются. Я, Вадима, этими желаниями. И я знаю, они исполняются. И даже те, которые я боялась говорить вслух. Но ты их знал. Даже те ты исполняешь. Это удивительно. Спасибо тебе, папа. Папочка. Мой отец. Спасибо тебе. А потом мы вышли с тобой на гладь. Гладь реки. Она была такая тихая. Что как будто зеркало гладкое. И вода была даже не совсем заметна, что она двигалась. И ты сказал, ну что, пойдем. Мы взялись за руки. И мы пошли. У меня было впечатление, как будто вот эта насекомая, как она называется, которая по воде скользит. Вот такое впечатление, как будто бы вода немного как пленка балансирует от наших ног. И все-таки брызги разлетались по воде. Ну скажите, что я все это сочиняю. Ну я ведь это вижу. Это мое божественное воображение. И мы шли по этой воде. И как зеркало вода была. Отражала. И в то же время она была прозрачной. Одновременно. И потом я погрузилась в эту воду вместе с тобой. И тут же увидела Иисуса. И вот мы уже три. И Дух Святой. Как свет. А потом как личность. Он рядом. Всегда рядом. Светящийся. Ясный, светлый свет. Он является по-разному. Когда как вода, когда как свет. Свет. Но здесь я увидела его как человека светящегося. Я знала, что я одно целое. С Отцом и Сыном и Духом Святым. Я и Сын одно. Ипостаси. Бог. Отца Сына и Духа Святого. Я Сын. А Сын это я. Мы одно. И я поняла, что это вода, в которую я окунулась с головой. Это тоже я. Этот поток. Или океан. Тоже трудно сказать. Мы были внутри этой воды. И я поняла. Океан любви. Это я. Потому что я это ты и я одно с тобой. Халлилуйя. Халлилуйя. Вот так. Такое интересное созерцание. Созерцание любви и единения с тобой. Это прекрасно. Да. Хочется всегда чего-то извлечь из созерцания. Но почему оно не может просто быть тем созерцанием, где я могу находиться и просто наслаждаться тобой. Потому что проходя через все эти видения, воображение тебя и близости с тобой, я просто наслаждаюсь, наслаждаюсь тобой. Я пьянею. Пьянею. Пьянею о твоей любви. Ты все объемлешь меня. Ты внутри. Ты снаружи. Я чувствую, как электричество проходит по мне. А иногда я вообще теряю чувство себя. Хотя я знаю, что мои руки наполнены электричеством на данный момент. Наполнены этим чувством. Но это не такое электричество, о котором мы думаем. Это приятное, приятное ощущение, которое просто течет. Течет через все тело. Наэлектризовывается ощущение духа. Ощущение пьяного духа внутри тебя. Аллилуйя. Папочка, спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, мой отец, возлюбленный, любимый, дорогой. Иисус родной и Дух Святой одно. Ты одно со мной, единое, целое. Мой Бог всемогущий. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.